Санью Таникая 36.4 Патала Сутта Бездонная Пучина Благословенный сказал. Монахи, необученный заурядный человек заявляет. В Великом океане есть бездонная пучина. Он заявляет о том, что нереально и чего не существует. Это монахи скорее обозначение болезненных телесных чувств, то есть бездонная пучина. Когда необученный заурядный человек встречается с болезненным телесным чувством, он печалится, горюет и плачет. Он рыдает, бьет себя в грудь, становится обезумевшим. Это называется необученным заурядным человеком, который не вознесся над бездонной пучиной, который не обрел опоры под ногами. Но монахи, когда обученный ученик благородных встречается с болезненным телесным чувством, он не печалится, не горюет и не плачет. Он не рыдает, не бьет себя в груди, не становится обезумевшим. Это называется обученным учеником благородных, который вознесся над бездонной пучиной, который обрел опору под ногами. И далее он добавил. Кто вынести не может возникших ощущений боли, телесных чувств, сосущих жизни соки, тот, кто трепещет, как они возникнут, хилый немощный слабак, что громко стонет и вопит, тот не вознесся над бездонной пучиной, опоры под ногами не обрел. Но тот, кто стоек в этом испытании, возникших ощущений боли, телесных чувств, сосущих жизни соки, кто не трепещет, как они возникнут, такой вознесся над бездонной пучиной, опору под ногами он обрел.